Что касается встречи с Еленским, то априори, конечно же, никто от нее не отказывается. И если эта встреча действительно поможет разрубить вот этот уже ставший Гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно. Но сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам. И ориентируясь на какой потенциальный результат. Этого понимания тоже пока не вызрело. Знайшняя ситуация в Москве и Париж не могли заключить никаких делок. Это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страны ЕС. Франция является и членом НАТО. Где Франция не принадлежит лидерству. Лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке. И о каких сделках может идти речь. Кто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии. Об этом никогда речи не шло. Речь идет о союзных учениях. И естественно подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова